Я бы хотел начать с самой частой ошибки, потому что у меня за сегодня было две консультации. В день у меня минимум одна консультация, две, сегодня еще стрим, соответственно, это все очень-очень тяжело, но я захожу на консультацию, всегда кто у меня был, знают с вопроса, где деньги. Где деньги с вашего канала, где деньги на ваши идеи, да? И я понимаю, что есть одна самая частая ошибка начинающих, я бы назвал так, это ютуб-предпринимателей. Почему? Почему ютуб-предприниматели? Потому что сколько ко мне не приходило людей, все они изначально бывают такие, я хочу делать канал, чтобы помочь миру, чтобы рассказать там о добрых делах, о чистом, светлом, добром таком вот, да? Но в итоге мы приходим к тому, что все-таки интересует заработок, все-таки интересует монетизация, а те люди, которые начинают свой путь и получают монетизацию, долгожданную монетизацию от ютуба, они получают вовсе не те деньги, которые они ожидали, на них не сыплется золотой дождь и для них такое разочарование, постойте, у меня за месяц 10 долларов, я их получу только в следующем месяце, а в следующем месяце может быть и 8, а потом может быть и 12-15, и то, что вы получили, вовсе не означает то, что вы будете миллионером. Потому что здесь у вас есть одна большая ошибка. Ошибка называется так, вы просто, коллеги, не умеете считать. Вы просто не умеете считать, и у вас нет длинного горизонта планирования. Давайте на примере я вам сейчас расскажу и покажу вашу ошибку. Она была и у меня, она есть у вас, она есть у любого начинающего предпринимателя-ютубера. И за эту ошибку я обычно за то, что я ее нахожу у вас, беру от 10 тысяч рублей за час консультации. Сейчас я вам покажу, расскажу ее бесплатно. Итак, ошибка, самая частая ошибка начинающих YouTube предпринимателей. Почему я акцентирую внимание на то, что это YouTube предприниматели? Потому что не каждый видеоблогер готов стать предпринимателем. Потому что все-таки предприниматель – это человек, который, или организация, да, в этом случае, которая хочет получить прибыль со своего творчества, своего канала. И они нацелены на прибыль. Так вот, как поступают, и я в том числе поступал, большинство YouTube предпринимателей в начальном этапе своего пути. У вас есть идея, потом ее реализация, и потом только монетизация. Стандартная схема, то есть вы такие «уау, у меня есть классная идея, я сейчас сделаю классный сайт». Поднимаете знамя, берете у себя там, не знаю, жену, сотрудника, мужа, брата, свекра, свата, и начинаете реализацию. Понимаете, что у вас не хватает средств, вы начинаете там, не знаю, кто-то машину продает, кто-то зарплату, кто-то там нычки свои достает, и начинаете реализовывать. И вы себя убеждаете, говорите «ну вот сейчас, как стрельнет, как стрельнет и я». Ну, потому что на горизонте монетизация, монетизация, сейчас у нас будет тысяча подписчиков, четыре тысячи часов просмотров, и он нас попрет, ничего, Варя, давай, мы с тобой победим, попрет монетизация. Потом горькое разочарование. Потом разочарование, и мы понимаем, что идея, может быть, классная была, и реализация не подкачала. А хуже всего, знаете что, когда большие бюджеты, когда вот я показывал каналы есть, огромные каналы, мощные, кулинарные, туристические, там вбухано миллионы рублей в реализацию, они так и не дошли до монетизации. Вернее, нет, они дошли, но когда ты на канал потратил миллион рублей, а тебе приходит там 50 тысяч в месяц, и ты, ну, так себе, так себе предприниматель, или бизнесмен. А вся история в том, что вот эта схема в ютубе не работает. Проще всего, проще всего идти от обратного. Идти, сначала, монетизация, реализация. Мы сначала думаем, монетизация. Ну, то есть, где деньги? Где деньги? И потом тестируем идею, либо смотрим у конкурентов. И только потом, когда мы убеждаемся, что наша идея жизнеспособна, то, что там могут быть деньги, то, что мы готовы стать первым в нише, и получить все, начинаем делать реализацию. Вы представляете, сколько времени, сколько денег, сколько нервов вы себе сэкономите, поменяв местами слагаемые вашего успеха. Давайте на примерах, вот чтобы вам было просто и понятно, да. Допустим, у меня есть идея сделать канал туристической тематики, канал про Индию. Я хочу жить в Индии, я буду жить в Индии, там, три года, и, соответственно, я, у меня есть идея, я начинаю делать канал. Начинаю делать канал, потому что я посещаю классные рестораны, я посещаю, я живу в нормальных пятизвездочных отелях, я везде посещаю, там, выставки, культурные мероприятия, я езжу в храмы, я знакомлюсь с культурой, с кухней, и это все снимаю на видео, соответственно, здесь, на этом формате я реализую. Причем, у меня хватает здесь и бюджета, и времени. Пусть у меня здесь отводится на все про все три года. Окей, классная идея сделать канал об Индии, классная реализация, потому что, там, я покупаю музыку, там, мы снимаем ролики, обширные, большие ролики, выпускаем ролики каждый, там, раз в три дня. Соответственно, два раза в неделю, 50 недель, 100 роликов в год, три года, 300 роликов я выпустил. Вау, говорю я, где, где эти деньги? Все, приходит время монетизации, там будет, что? Очень часто, там, дырка от бублика. Нет, там будет классный канал. Этот канал называется влог, личный влог. Это то, что мне будет не стыдно посмотреть с моими внуками, показать своим правнукам, если я еще доживу до этого, что смотри, какой дедуля был озорной, бегал там по Индии, да, смотрел, какие там все красоты, тендоты, там, да, вот, смотри, классно. Да и мне с супругой, с друзьями вспомнить, как мы зажигали на индийских пляжах, как мы летали по Индии и кушали классную индийскую еду под музыкальные аккомпанементы вкусной и ароматной Индии. Где деньги? Вот в чем вопрос. А давайте поменяем немножко формат, то есть здесь монетизация, и вот так, друзья, у вас, у всех, когда вы приходите к нам на консультацию, когда вы приходите к монетизации, вы очень часто приходите уже демотивированы, у вас нет мотивации, потому что вы вбабахали огромное количество денег, сил, средств, нервов и не получили ничего. Ну, опыт, опыт, сын ошибок трудных. Что предлагаю я? Как я вам рекомендую поступать? Первое, сразу поймите, на самый главный вопрос любого канала, любого бизнеса, как угодно, да? То есть он звучит так, где деньги? Это главный вопрос. Потом, когда у вас есть классная идея, и вы думаете, вау, давайте, как правильно делать? Как правильно делать уже с высоты моего опыта? То есть прошло четыре года, я приехал в другую страну, я делаю другой канал, и как я делаю сейчас? То есть монетизация, это самый главный вопрос. Если какая-то идея не проходит вот эта часть, она сразу отметается и забывается, мозг про нее не думает вообще, она вычеркивается из списка. Возможно, потом, спустя там год, два, три, пять, мы к ней вернемся, но это не жизнеспособная идея ни разу. Итак, как проверить? Самый простой способ. Мы ищем уже конкурентов, которые сделали такой же канал по нашей идее. Если вы такой идеи не находите, то очень часто вы просто а не умеете искать, б конкуренты начали делать такой канал, поняли, что там денег нет и ушли, да? И очень редко, когда вы такой первооткрыватель всех идей и нашли какую-то нишу с узким запросом и массовым спросом. Вполне себе допускаю. Вполне себе допускаю, потому что в принципе те люди, которые сейчас там, да, делали мастер-классы о том, как шить медицинскую маску, хайпует страшно, потому что у них сейчас узкий запрос, массовый спрос. Тем не менее, берем нашу Индию и смотрим, мы смотрим идею. Оказывается, что десятки, а то и сотни каналов уже делают видео про Индию. На русском языке их десятки, на английском их сотни, может даже тысячи. Соответственно, мы понимаем, что уже конкуренты есть. Но вы можете спросить, хорошо, а как конкурент? Как ты узнаешь, есть монетизация у конкурента или нет? Все предельно просто. Вы открываете, находите канал, которому вы, допустим, есть новый канал. И вы говорите, окей, у меня через год будет на моем канале об Индию, у меня через год будет, допустим, триста видео и сто тысяч подписчиков. Каждое видео будет набирать, там, пять тысяч просмотров. Пять тысяч на триста, соответственно, там у меня уже почти полтора миллиона просмотров есть. То есть на канале полтора миллиона просмотров, триста видео, сто тысяч подписчиков. Вот такой средненький канал. Окей. Смотрите, кто на этом канале уже или, может быть, пока рекламируется. Смотрите и анализируйте. То есть преимущество конкурентов именно в том, что конкуренты могут совершать за нас наши ошибки. И мы просто должны смотреть на этих конкурентов. Нашли канал. Из десяти каналов, там, или ста каналов, вы точно найдете три таких канала. Потом каждому каналу пишите. Вот этим каналом вы пишите. Здравствуйте, я Варя Пупкина. Я представляю компанию «Тревел Гид Индия Форевер» и хочу поговорить с вами насчет покупки рекламы на вашем YouTube-канале. Здесь любой человек, автор канала, начинает просто, у него шоры закрываются, он такой, вот она, птица счастья завтрашнего дня. Она прилетела, она выбрала меня и начинает перед вами танцевать танцы с губами. Все. Все. Он же не знает, что вы просто путешественник, который собирается жить в Индии и его будущий конкурент. И вы говорите, а можно мне скрины от вашей посещаемости, от вашей демографии, от вашей просмотра роликов, там, CTR, да? И незаметненько там будет, в творческой студии, будет монетизация. Вы смотрите одним глазом, сколько получает этот канал за счет монетизации от YouTube. Второй момент. Этот канал присылает вам прайс. И вы примерно плюс-минус понимаете, хотелки этого канала. Но, вы можете спросить, подождите, хорошо, а кто уже покупал у вас рекламу? И тут же конкуренты, хотят они это или нет, они вам уже рассказывают, если у них есть, тот, кто покупал рекламу. Покажите кейсы, покажите довольных клиентов, которые покупали у вас рекламу и остались довольны. Итого, вы видите, первое – прайс. Второе – вы видите статистику. Третье – примерный доход. Четвертое – примерных рекламодателей. Умножаете на три, потому что у вас три таких канала. Вывод, друзья, вы за один день, полный рабочий день, ну давайте за два, за два выходных дня, то есть вы в субботу пришли, сели, спросили, вы уже знаете наверняка, как будет выглядеть ваш канал? И уже знаю, вам не надо всего этого делать, вы уже видите, так ли ожидаемо та прибыль у этого канала. А если в вашей выборке не три канала, а десять, у вас будет вообще шикардос. У вас будет очень шикарная выборка. А если вы еще наймете компанию, которая выберет конкурентов и сделает анализ профессионально, то вы получите карту мира своего будущего канала, не делая канал. То есть вы до реализации, до вбухивания туда денег, всего-всего уже получаете примерную модель своего канала. Причем доказанную модель, не аморфную, потому что многие приходят к маркетологу и говорят, я думаю, я считаю. А ты готов поставить на это свои деньги на то, что ты считаешь? Не готов, надо просто балабол. Надо же понимать, что когда вам кто-то говорит, что я считаю, что эта тема выстрелит, попросите его вместе с вами в эту тему зайти, если он считает, что он считает. Соответственно, и здесь вот мы проверяем жизнеспособность идеи номантизации. То есть самое главное слово, которое здесь есть, это называется жизнеспособность вашей идеи. А теперь скажите мне, вот представьте, если бы вы каждую свою идею или свой канал, который сейчас вам хочется закрывать, жалко, потому что вы два года, два-три года в него влаживали силы, вы ждали, у вас ожидания, если бы вы сейчас его проверили. Задали бы себе один правильный вопрос, где деньги? Посмотрели бы на конкурентов и получили бы на него правильный ответ. Сколько бы сэкономило вам это времени, сил, средств? Я думаю, что очень много. Если вам понравился вот этот вот самый простой способ, как проверить на жизнеспособность свою идею своего канала без, скажем так, затрат каких-то. Ну то есть, если вы компанию наймете, это будет вам, не знаю, двадцать тысяч рублей. Сравните на весы двадцать тысяч рублей и два года своей жизни. Десять тысяч рублей за год, меньше тысячи рублей за месяц. То есть, готовы ли вы сейчас уже, когда у вас канал ни о чем, который вы взбухали миллион, отдать в прошлом двадцать тысяч рублей, чтобы вам сказали, что это не стоит выеденного яйца. Нет, у вас есть опыт. Конечно, готовы. Так вот, если вы сейчас начинаете делать канал, подумайте над словом, где деньги, над словосочетанием. Потому что монетизация вашего канала, это самая главная история. Потому что если у вас будут деньги, то у вас будет все. И мотивация, и сотрудники, и лучшие монтажеры, и лучшие футажи, у вас будет все. А если денег не будет, у вас не будет ничего. Здесь либо так, либо никак. Либо вы сейчас просчитаете эту модель, либо никогда. Потому что потом горечь разочарования будет, ну прям, скажем, не ахти. Пара-бара-бам. Друзья, я опять, каждую субботу, по традиции, у нас во время прямого эфира, мы предлагаем вам прийти к нам на стратегическую коуч-сессию, которая длится час. Час времени, где вы получите наш опыт, который сэкономит вам сотни тысяч рублей и годы вашей жизни. Вы получите действительно проверенные фишки, секреты от нас, от нашей команды, которая действительно работает в русскоязычном ютубе и интернете, а не пересказанных каких-то источников. Вы узнаете и получите ответы персонально для вас, для вашего канала, для вашего идеи, для вашей ситуации. Вы инвестируете в свой канал, потому что посмотрите отзывы тех людей, которые были на наших консультациях. Этих людей уже сотни. Они высказываются, и это не тексты, которые мы сами написали, а это видеоролики, которые вы можете посмотреть на нашем канале и на сервисах, где мы представляем свою услугу. Вы поймете как, что, когда и почему это делать, чтобы получить результат. Потому что многие из вас, это не секрет, не знают, что такое результат. И что монетизация, это всего лишь результат результата. Вы уже в чем-то эксперт, в чем-то. Мы просто вас понемножку замотивируем, докрутим. Дальше. Вы получите волшебный мотивационный пендель. Вот просто. Это даст, это придаст вам ускорение. Этот пендель придаст вам ускорение, но в нужном направлении, по нужной траектории. Вы обновите прошивку своих мозгов, скилов, правил. Потому что многие до сих пор, для меня это было открытием, до сих пор работает по каким-то методичкам 2000 там мохнатого года. И естественно, друзья мои, не бывает универсальных советов. Почему? Потому что каждый автор, это как уникальная снежинка. И у каждого автора свои идеи, свои потребности, свои возможности. И вот для каждого автора мы предлагаем отдельную, отдельную стратегию продвижения его канала.